Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Осторожно, вирус. В двух районах Чуваши объявлен карантин по птичьему гриппу. Спортивное поведение. Полицейские Чуваши вернулись с Мундиаля. Петровские хороводы в Синьялах отпраздновали День деревни. Глава Чуваши установил карантин по гриппу птиц в Батревском и Комсомольском районах. В обоих муниципалитетах с этого дня вводятся строжайшие ограничения. Решение о введении карантина глава республики обсудил с ветеринарами. Высокопатогенный птичий грипп специалисты подтвердили в двух муниципалитетах. Сейчас пострадавшими числятся три личных подсобных хозяйства. Вокруг очагов инфекции Михаил Игнатьев поручил установить запретные границы в угрожаемых зонах 15 населенных пунктов. Это в пределах 5 километров и будет определена комиссия зона наблюдения. Это будут считать и вести расчет от неблагополучного пункта до 10 километров. Это зона будет наблюдения. Поэтому в зоне, в очаге и неблагополучном пункте, естественно, будет согласно правил, птица будет изыматься и подвергаться эвтаназии, уничтожению. А в угрожаемой зоне, это 5-километровой зоне для населения, хочу сказать, чтобы они не беспокоились, будут только проводиться мониторинговые исследования. Карантин установят более чем на 20 дней. Специалистам необходимо провести дезинфекцию очагов. На три недели в пострадавших муниципалитетах ведут ограничительные меры. Документы опубликованы на портале органов власти. При проведении противоэпизоотических мероприятий на территориях эпизоотических очагов и неблагополучного пункта принять следующие меры. Закрыть доступ постороннего транспорта на указанные территории. Ограничить передвижение персонала, обслуживающего неблагополучную группу птиц, с целью исключения его контакта с другими птицами и ухаживающими за ними лицами. Прекратить посещение других домовладений, где имеется домашняя птица, а также вывоз живой птицы и полученной от нее продукции. Приостановить торговлю птицей. И это далеко не полный список мер. Главное не допустить, чтобы вирус распространился дальше и поразил крупные птицефабрики. Глава региона поручил ветеринарам разработать план по ликвидации птичьего гриппа. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев и Борис Андреев. Республика. О том, какие меры необходимо соблюдать, чтобы не заразиться птичьим гриппом, кто является переносчиками вируса и что делать, если вы все-таки заболели в программе, по существу сразу после новостей. Врач-инфекционист Надежда Жукова даст полезные советы. Не переключайтесь. В фан-зоне столицы республики покажут все заключительные матчи чемпионата мира. Кубок Мундиаля разыграют в это воскресенье в 18 часов. Обеспечивать порядок на Красной площади Чебоксар будут усиленные наряды полиции. Опыт работы на крупных турнирах сотрудники МВД накопили на матчах в Казани. Сегодня сводный отряд вернулся в Чувашию. На протяжении двух месяцев они находились в гуще футбольного праздника, неся службу в фан-зонах, на вокзалах и стадионах. Во многом именно от стражи порядка зависело, какие впечатления России увезут гости из других стран. Те задачи, которые были поставлены перед вами, они выполнены. Я от лица министра, от лица членов коллегии благодарю всех за службу. Чувашская полиция всегда с гордостью несет звание, что они самотверженно несут службу, добросовестно. В дни чемпионата мира на футбольных матчах работали лучшие из лучших. В составе сводного отряда в Казань отправились и те, кто нес вахту на Кавказе. Встретить сотрудников полиции приехал и глава региона. Для вас это тоже было историческое событие, опыт, соответствующая школа, дальнейшей вашей служебной деятельности. Хочу пожелать вам дальнейшей ответственной служебной работы, вашей служебной деятельности. Для того, чтобы всегда, как патриота настоящей России, вы обеспечивали охрану общественного порядка. Отличившимся стражам порядка вручили госнаграды. Порядок на футбольных матчах обеспечивали и национальные войска. Сегодня с командующим Росгвардией в ПФО встретился глава республики. Нам приятно было, что мы в прошлом году великолепно провели обеспечение безопасности Кубка Конфедерации на территории Казани. Ну и мы приступили к тщательной подготовке к мировому первенству. Конечно, задача тяжелейшая была. 22 матча. Это много. Стороны обсудили и вопросы дальнейшего взаимодействия. Войска национальной гвардии в стране работают уже третий год. За это время ведомство укрепило свои позиции. Благодарю вам за то, что на самом деле все эти организационные мероприятия быстро прошли. Люди понимают, взаимодействуют на территории республики с другими органами правопорядка. Люди это чувствуют. Взятки, нарушения при оформлении госзакупок и земельных участков, незаконные банковские счета госслужащих. На пресс-конференции в прокуратуре республики рассказали о борьбе с коррупцией. Резонансными в республике стали дела по точечным застройкам в северо-западном районе Чебоксар. Правоохранительные органы тщательно рассматривают каждое обращение. Так, в ходе проверок прокуратура выявила нарушение закона при оформлении участков рядом с теплицей, на территории 27-й Чебоксарской школы. В начале лета мы рассказывали, что жители близлежащих домов против строительства многоэтажки между образовательным учреждением и детским садом. Оказалось, что заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства города Чебоксары, несмотря на явный конфликт интересов, подписал разрешительные документы. Не урегулировал конфликт интересов, возникший в связи с тем, что названное должное лицо согласовало проект постановления в земельной сфере, в котором создавались более выгодные условия для юридического лица, одним из учредителей которого являлся его супруга. То есть это прямой конфликт интересов. В такой ситуации необходимо было подавать уведомление о возможности возникновения, чтобы преподаватель его урегулировал конфликт и поручил согласовывать и проверять обоснованность законности этого проекта постановления именно другому должному лицу, а не лицу, который спрямая заинтересованность в том, чтобы это постановление издавалось. По данным правоохранителей, фирма-собственник земельного участка, на котором находится непосредственно сама теплица, уже не намерена возводить там жилой дом. Особое внимание прокуратура республики уделяет справкам о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих. Они должны отчитываться о крупных сделках, совершаемых как ими лично, так и их супругами за последние три года. Это делается для того, чтобы избежать легализации незаконно нажитых денежных средств. А именно сам служащий обязан доказать законность источников дохода, за счет которых приобретено праведное имущество. Это может быть недвижимость, это может быть автомобиль. Процедура контроля за расходами государственных и муниципальных служащих будет ужесточаться. Незаконно приобретенное имущество в таких случаях будет переходить к государству. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика. В 35 лет он спасает человеческие жизни. В Ядринской районной больнице работает хирург Николай Теплов. С тем, для кого скальпель, продолжение руки, познакомилась и наша съемочная группа. В этой операционной чудеса происходят каждый день. Одно из них случилось несколько часов назад. Мы сегодня оперируем больного с лапароскопической стойкой, вот этой лапароскопической стойкой, желчекаменная болезнь. Очень сложно было в анатомическом отношении оперируть больного. И ожирение есть, и жировая клетчатка выражена, поэтому трудно было оперировать. Но все равно мы справились с этой операцией. С этой и другими операциями Николай Теплов справляется на протяжении 35 лет. Он хирург общей практики и хирург-травматолог. Тяжелый случай, непредвиденные обстоятельства, все это уже давно стало привычным делом. Мы с соседних районов еще принимаем больных, с Читайского района, с Моргавшского района, черепно-возговой травмой. С Читайского района начали принимать, сейчас с травматологических больных начали принимать, кроме наших районов, нашего населения района. На МТН тоже выступает. В этом году уже 12 ДТП было, из них 8 человек мы госпитализировали. К чему приводят травмы и болезни, Николай Иванович узнал задолго до поступления в мединститут. У его сестры болезнь Литла. Врожденная патология была. У сестренки она ходит, с трудом ходит. Мне интересно стало, почему так возникает, почему болезни бывают. И пришлось, ну, как-то пришлось выбрать такую специальность. Не жалеешь, что выбрался. После многочасовых операций работа у хирурга не заканчивается. Нужно заполнить истории болезней, решить организационные вопросы и, конечно же, проведать пациентов. Сергей, как самочувствие после операции? Нормально, хорошее. Хорошее? Да, самочувствие. Ну, все, сегодня тогда будешь лежать, завтра будешь вставать, ходить, пить, есть можно завтра чуть-чуть. Теперь камней в жалочном пузыре у Сергея нет. И это заслуга Николая Ивановича. Я могу сказать, что это хирург, образ жизни. Без этого же хирурга, без этой работы не может жить. Если он действительно хирург, он живет этой жизнью. Без этого не может он жить. Надо ему каждый день на период что-то делать. Николаю Теплову 62 года и уходить из профессии он не собирается. Спасать человеческие жизни то, что у него в крови. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Ежегодно в Ядренском районе собираются как лингвисты-чуваши, так и те, кто слышит язык впервые. Девятый лагерь чувашского языка «Ховал» в этом году проходит с 8 по 15 июля на той же базе, что и в предыдущие годы, базе «Сурские зори». Основная цель лагеря – создать традицию ежегодных встреч, в которых можно будет интенсивно изучать чувашский язык, окунуться в языковую среду, а также познакомиться с культурой, историей, традициями народа. Участники два раза в день встречаются на уроке чувашского языка. В лагерь приезжают лингвисты с разных уголков мира, которые готовы помочь продвижению языка. И мне очень интересен чувашский язык, потому что я вижу, что есть спрос на чувашский язык, но очень сложная ситуация с учебными материалами. Мне кажется, я мог бы внести свою какую-то лепту. Автор программы «Распознавание речи» Францис Тайерс из Англии, работает в России, в высшей школе экономики. Сюда приехал за новыми материалами. Для того, чтобы эта программа реализовалась, нужны записи голосов тысячи людей. То, что мы хотим делать, это создать систему распознания речи для чувашского языка. Я хочу пригласить все чуваши принять участие в проекте. Нам надо только 10 тысяч человек, чтобы каждый человек записывать 10 минут. В роли преподавателей выступают люди, хорошо владеющие чувашским языком. Педагоги вузов и школ, и журналисты национальной телерадиокомпании. Участником может стать каждый, кому интересна чувашская национальная культура и ее будущее. Денис Кашин, Андрей Спиридонов, Республика. Варят пиво по рецепту бабушек, готовят шурбе и ждут гостей из соседних сел. Так в Синьялах отмечают День деревни. Он приходится на День Петра и Павла. День Петра и Павла, или просто Петров день, раньше в народе называли днем последних хороводов. Дальше было не до веселья. Начиналась тяжелая работа, сенокос и жатва. Но в Петров день молодежь могла гулять в хороводах до зари. По большим праздникам летом в Синьялах вспоминают эту традицию. Это праздник всех этих деревень местного назначения. Мы ждем этот праздник целый год. Готовимся, прибираемся, избы моем, огороды все в грядку и порядок приводим. Пиво заранее готовим, пироги, хупло традиционные угощения. И ждем гостей. В этот день собираются гости из всех деревень, потому что потом мы к ним. Кроме того, что вспоминают старые традиции, в Синьялах формируют новые. Так в этом году в День деревни открыли отремонтированную дорогу до деревни Ильбеша. Эта дорога построена за счет районного бюджета, включая там федеральные республиканские деньги. Общая сумма ремонта составила 6 миллионов 100 ремонта дороги. Закончился праздник хорошей приметой. Собрались тучи и пошел дождь. А значит в этом году синьяльцы могут ждать хорошего урожая. Ольга Пырочкина, Лина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. Позитие, плава! Позитие, плава! Шутки без бороды, но в погонах. Курсанты учебных заведений МВД России юморили на сцене ДКЧГУ. Кто взял летний кубок Лиги особого статуса КВН «Подъем» и какие они, шутки особого статуса, расскажут мои коллеги. Шутки особого статуса и с особым взглядом из-под фуражки. Здесь даже названия команд недвусмысленно намекают на область, в которой специализируются команды. Московские ребята здесь по собственному желанию. У нижегородских смягчающие обстоятельства. Красноярских можно найти по хэштегу 02 и по нему же информацию про наркотики. Мы являемся сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков. Мы специализируемся по наркотикам. Очень актуально в КВН. А сейчас давайте представим. Бывший наркоторговец устроился работать продавцом-консультантом в гипермаркет. Псс, так подсказать. Чебоксары смеются над полицейским юмором пятый год. На юбилейный летний кубок приехали шутить шесть команд. Впервые на юморную волну настроились КВНщики Донецка. Мы уже играем этот сезон. Мы уже дошли, слава богу, до полуфинала. Будет в октябре. Сейчас летний кубок. Мы развлекаемся, веселимся. На одной волне с российской полицией. Обычная летняя Донецкая ночь. Я с этим комаром никогда не уснул. С юмором, иногда самой иронией, команды прошли визитку, разминку и стем. Боролись они не только за титул победителя, еще и за дополнительные баллы, которые прибавятся к результату следующей игры. В лиге подъем особая система, накопительная. Команды не вылетают до полуфинала. Самое главное сохранено, это смешно и актуально. Но еще и безопасно. На самом деле полицейский юмор, он интересен. Гораздо больше узнаешь о полиции, узнаешь о службе, узнаешь, что оказывается у полицейских те же самые проблемы, что и у обычных людей. Быстрые, бытовые, семейные проблемы. Итак, давайте представим у полицейского дома. Артур, ты не мог как-нибудь поприличнее одеться? Мы вообще-то к моей маме на юбилей едем. Вика, ты будто не знаешь, где я работаю. Ну давай посмотрим. Это на работу. Эту дома носить. Может, что с этой? А эту на выборы одену. Главный трофей игры достался сразу двум командам. Большое будущее Ростовского юридического института МВД России и Алексей Сергеевич Омской юридической академии МВД России. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова